Если у вас уже такое появилось, то шрус нужно менять. Всем привет! И сегодня у нас будет видео из раздела «Как это устроено». Мы рассмотрим шарнир равных угловой скоростей, либо сокращенно шрус. Я покажу, из чего он состоит, как его разобрать, затем как его собрать, и также покажу повреждения, из-за которых наш шарнир выходит из строя и впоследствии начинает хрустеть. Так что, если вам интересно, поехали! Собственно, вот так выглядит наш шрус. Состоит он у нас из четырех частей. Это наружная обойма со шлицевой частью и с резьбой. Шлицевая часть у нас входит непосредственно в нашу ступицу. Дальше у нас идет сепаратор и внутренняя обойма, ну и, соответственно, шарики. И прежде чем это все разобрать, я хотел бы вам показать, как же такой шрус снимается при помощи самодельного съемника для снятия шрусов, который я показывал прежде. В комментариях было много вопросов, как же снять вот такой вот шрус с резьбой, потому что я показывал, как снимается шрус с центральным отверстием, в которое вкручивается болт. Принцип тот же самый, просто хвостовичок выставляется в сам съемник. Заворачиваете гаечку и тем самым вы выдавливаете шрус, снимая его с полуоси. В принципе, все легко и просто. Так, это было небольшое ступление. А теперь мы разберем наш шрус и рассмотрим его более подробно изнутри. Рассмотрим те повреждения, которые приводят к поломке нашего шруса. Так что, поехали. Для более удобной работы со шрусом мы его зажимаем в тиски, затем берем, нажимаем на центральную обойму вместе с сепаратором и выводим наши шарики наверх. Вот они, два шарика мы уже достали. Затем переводим нашу обойму и сепаратор в другое положение, тоже достаем шарики. Можно использовать отверточку. И у нас остались еще два шарика. Смотрите, вот так вот. Вот один шарик, вот второй. И теперь нашу обойму вместе с сепаратором мы можем извлечь, провернув ее окнами вот в такое положение. Вот он достается. Достаточно просто. Центральную обойму также выводим на окна. Вот так. И достаем. Все, сейчас я покажу проблемные места нашего шарнира и за чего он начинает хрустеть. Вот, собственно, раковины, из-за которых шрус начинает хрустеть. Вот они, на рабочей поверхности. Здесь у нас перемещается шарик. Шарик подает в эту раковину и, соответственно, раздается хруст, треск какой-то. Такие же раковины образуются у нас на наружной обойме в самом корпусе. Задиагностировать это, не сняв, не разобрав и не вымыв шрус, довольно-таки проблематично. Зачастую шрус не люфтит, ну, как бы никак себя не выдает. Чтобы шрус начал люфтить, уже тут, конечно, должно быть все раздолбанно гораздо печальней. Ну, вот этого достаточно, чтобы шрус начал неприятно хрустеть на поворотах. При диагностике его на автомобиле он себя никак не показывает. Если вот такие у вас появились задиры на внутреннем шрусе, возможно, появится у вас при разгоне автомобиля вибрация, какое-то биение. И тоже задиагностировать это очень проблематично. Шрус не создает никаких ни люфтов, ничего. Машину трясет, колбасит, и зачастую вы не можете найти проблему. Если у вас при разгоне началась вибрация, вот обратите внимание на ваши внутренние шрусы. Ну, вот наружная обойма. В принципе, тоже вот она, видно. Такие раковинки образовались. Сейчас мы соберем наш шрус обратно. Начинаем сборку. И перед сборкой обратите внимание на сепаратор. С одной стороны в сепараторе здесь сделана вот такая вот фаска. С этой стороны или нет? Обычно этой фаской он ставится кверху. Так, берем внутреннюю обойму. Устанавливаем сразу же ее в сепаратор. Вот так вот. Если вы это делаете в первый раз, помечаете внутреннюю обойму. Какой стороной кверху она у вас стояла. Если здесь нет стопорного кольца, у меня здесь стопорное кольцо, это будет у меня ориентиром. Эта часть у нас идет кверху. Затем мы вот эту часть всю в сборе устанавливаем в наружный корпус. Немножко так установили, немножко провернули. И все. Оно уже внутри. Затем будем устанавливать наши шарики. Один шарик. По кругу устанавливаем все шарики. Второй шарик. Третий. Четвертый. И последний. Вот и все. Наш шрус собран. В принципе, так довольно-таки несложно. Можно самому разобрать шрус, задиагностировать его. Если он у вас в порядке, просто его помыть, заложить на овощи маски и дальше кататься. В основном у нас шрусы выходят из-за того, что рвутся вот эти пыльники. Туда попадает грязь, вода и образуются вот такие вот раковины. Также такие раковины могут образовываться из-за чрезмерных нагрузок. И шрусы тоже не выдерживают. И выходят из строя. Друзья, вот так достаточно просто сделать профилактику своему шрусу, разобрав его, тем самым посмотрев, есть ли у вас износ. Если износа нет, заложить свежие смазки и дальше кататься с спокойной душой. Так что, если эта информация вам была полезная, ставьте, как всегда, лайки, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok